Кхм-кхм, угу, щас. А тем временем с вами Синька Батти, погнали! Стоп, нет, сначала лайк, а теперь погнали! Весна уже наступила, а значит самое время обновить свой гардероб. Hustle.rf это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также для моих подписчиков действует промокод СИНК, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка в описании под видео. Если вы заглянули на мой канал впервые, то особо не напрягайтесь. Будь ты хоть четкий пацик с района, таксист-работяга на арендованном Хендай Солярисе, или уже Мужчина в годах на Старой Камре. Наводить суету с соответствующей музыкой можно как на Гелике, так и на Велике. Главное, эту самую музыку подобрать. И прямо сейчас вы услышите огромное количество треков для той самой суеты. Многие из нас уже давно забыли про такую штуку под названием телевизор. Ну это как монитор, только с каналами, если что. Но каждый должен припоминать телепередачу под названием Comedy Club. Именно там в свое время выступал один угарный армянин. Самой известной его ролью был строитель Равшан. Годы шли, Галустян начал приобретать медийную известность и в какой-то момент решил записать свой трек. В итоге на свет родилась композиция «Ой, мама, кто это?», записанная уже супер-жориком. Ой, мама, кто это? Ой, мама, кто это? Вся иисусального зона. Я уверяю вас, песня очень веселая, и благодаря ей в вашей машине сразу начнутся пляски. Поэтому следите за дорогой. И еще в начале прошлой весны, когда учебные заведения только начали закрывать на карантин, все мои друзья-студенты тут же хлынули прямиком на родину, в деревню. И у одного пацана была полуживая десятка, которую мы убивали всю весну, а позже и я купил ее за пять тысяч. Чтоб вы понимали, выглядела она вот так. Так вот, летел этот пацан где-то километров 80 час по лютому гололеду, и его брат врубил одну песню. У водилы сразу начала закипать кровь, и он начал дергать руль то вправо, то влево. Машину пиздец как закрутило, и слава богу, никто не пострадал. Ну а почему кровь закипела именно из-за этой песни, вы поймете прямо сейчас. Кстати, если вы переживаете за десяточку, то она до сих пор на ходу, и летом я попробую ее запустить. Помните, в прошлой части я упоминал трек от группы Луч Надежды? Это я к тому, что следующая песня уж очень напоминает ее. Вот представьте, солнце потихоньку уходит в закат, ФСОшки слепят встречку, а на вашем мафане на повторе играет только этот трек. Короче, если вы как следует хотите похасанить по городу, то Чикаго очень удачно заремиксил одну песенку. В это же время авторы смекнули, что тянуть не стоит, и тут же выпустили еще одну работу с очень говорящим названием. А следующий автор по каким-то причинам решил остаться анонимным. Он не светит своим лицом в социальных сетях, упорно прячет свой лик под балаклавой, но его песни вы слышали уже не раз. И если первый трек больше склоняет нас к тоске по ушедшей любви, то второй способен на максимум раскачать ваш сабвуфер. Мы уже не раз говорили, что лакшери-вариантом для суеты будет Лада Приора. Дерзкий мотор, агрессивный и яркий вид. А сколько песен ей посвятили, не сосчитать. Вот и один наш татарский дружок когда-то записал песню про этот ебищий аппарат. И это, конечно же... Ладно, я угораю. Насколько вообще надо быть отбитым, чтобы слушать такое, выдвигаясь на суету? Под такую разве что с узбеками на Nexie и дрифтить. Других вариантов я найти не могу, к сожалению. И если слушать песни про Приору, то только тречок из прошлой части. Или еще один когда-то популярный вариант. Вот такая музяка будет валить чуть попизже. Так что слушайте, пока не удалили. Но вся эта канитель с возрастом приедается. И в какой-то момент хочется спокойствия, умиротворения и самого настоящего кайфа. И уже будучи в года, сидя в каком-нибудь двухсотом крузаке, показывать свой статус нужно и музыкой. Если у вас возникло желание выглядеть как конкретный такой вор в законе, то эта пушка точно для вас. Покатушки будут выглядеть более премиальными, а напряжение просто испарится. И куда же без друзей в таком случае? Следующая песня имеет точно такой же вайп, что и предыдущая, поэтому я также должен представить ее вам. Друзья рядом, душа кайфуй. Вокруг красотки, взглядом колдун. Самое то, чтобы разогреть угольки прямо в салоне вашего авто. Многие уже заметили, что по большому счету все хиты записаны в ближайшие лет пять. Но сейчас я покажу вам одну балладу, которая до сих пор играет во всех автомобилях уже лет так пятнадцать. И пусть Руслана Набиева, автора этого шлягера, постигла ужасная смерть в результате ДТП. Его работа будет звучать из всех динамиков еще очень долгое время. Ну и куда тут без ремиксов, господа? По ресторанам, по ресторанам, по ресторанам. Тебя ищут, тебя забудут, по ресторанам. Но прямая бочка была далеко не единственным приемом обработки треков. Давным-давно, примерно во времена выхода песни по ресторанам, еще один менее известный певец выпустил песню «Черные глаза». Кто только ее не перепевал, сколько пародий было записано, но факт остается фактом. Эта легендарная композиция жива до сих пор. Но оригинал уже выебал уши всем, поэтому мы, как всегда, вернемся к ремиксам. И именно песня «Черные глаза» запомнилась нам одной очень качественной фонг-версией, которую вы, скорее всего, уже слышали. Но давайте опустим эти грустные истории и снова вернемся к истокам. На волне всей этой оперской темы каждый хотел запрыгнуть на волну сего тренда. И некий МС Бонифаций записал очень стереотипный трючок под названием «Похасаним». И здесь все в лучших традициях жанра. ФСОшки, тонировочка и много других оперских плюшек. Так что жми на плюсик, если видишь этот трек, что тут еще думать. Ну и куда? Скажите мне, куда все эти исполнения без казахов на Камре Сороковке? Благо, три парня из Казахстана, из группы Альзаби, не обломались и исполнили трек «Суетолог». Причем исполнили в прямом и переносном смысле. Да я твой суетолог, наведевшим мехом на районе, суетаю любой погодимоди. Но любому суетологу, каким бы дерзким он ни был, всегда нужна своя малышка, с которой он всегда будет готов ехать на кипиш. Но речь сейчас идет не о машине, а о настоящей малышке. Но порой девушки выбирают далеко не тех, или просто уходят. И тогда ничего не остается, как навалить в машине этот трек и пустить скупую мужскую слезу. Ну и напоследок я быстренько включу вам один жесткий кач, ваши динамики точно лопнут, отвечаю. Лопнули? Если нет, то накидывайте варианты для следующей части в комментариях. Ссылку на плейлист из этого видео я оставлю в описании, чтобы вы не тратили время на поиски. Если сегодня вечером вы решите пустить своих подкапотных лошадей на кипиш, то вы знаете, какую подборочку нужно как следует навалить. А тем временем с вами Синька Бати, отправляю чмоки всем, кто ставит лайки и подписывается на канал. До встречи, молодые!